Деньги берут, а услуги не оказывают. Четинцы все чаще жалуются на недобросовестную управляющую компанию. По мнению собственников жилья, тарифы на коммунальные услуги завышены, а управлением домов никто не занимается. Кто и как должен решать и наболевшие вопросы? Ответ искала Яна Легун. Для этого подъезда многоквартирного дома по адресу Малая 2Б влажная уборка событие историческое. Жильцы рассказывают, уборку и ремонт подъезда здесь ждут как манну небесную. Управляющая компания оказывать услуги не торопится, но счета присылают с завидной пультуальностью. А вот собственники квартир этого дома помощи ни от кого не ждут. Бразды правления взяли в свои руки. Управляющая компания выполняет свои функции. Мы ее наняли, поставили перед ней определенные задачи, платим им за это деньги, и они свои задачи выполняют. А совет дома и жильцы контролируют работу управляющей компании. Если что-то нас не устраивает, мы проводим соответствующие мероприятия, совещания, собрания жильцов, на котором высказываем свои замечания, ставим задачи и контролируем их исполнение. Жители 132-го дома по улице Чикалова каждый год составляют план мероприятий на год. Вместе с управляющей компанией определяют источники финансирования. Такую политику специалисты комитета ЖКХ и управления регулирования цены тарифов считают правильной. Ведь именно жильцы заинтересованы в том, чтобы их дом был отремонтирован, а подъезд содержался в чистоте. При обращении граждан нашего управления с жалобами и с другими вопросами, я первый вопрос задаю. Вы собственник? Да. Вы выбрали своего управляющего на собрание своего дома? В основном звучит ответ. Нет, я не участвовал, я не знаю, никто не видел, никто не слышал. Это очень плохо. Очень низкая активность наших жителей. Очень низкая активность. А вопросы такие насущные и которые могут решить только собственники нашего дома. Только собственники жилья могут выбрать председателя совета дома. Если такое имеется, то решать проблемы можно сообща. К примеру, подать заявление на перерасчет в управляющую компанию, если та не выполняет свои обязательства, или вообще сменить ее на другую. Жильцы дома также могут сами определять плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Яна Легун, Максим Лобачев, Вести, Чита.